Вот мы приехали из Украины и начинается наше Будни Икса. Мы приехали с Одессы наконец-то. Короче, смотри, мне очень понравилось все это водить, все круто, но мы должны сейчас строить самое топовое агентство в стране. Я считаю, что мы как рекламное агентство очень хорошо работаем в последнее время. И нам пора, нам тесно уже в Москву-Сити и душно. Поэтому нам надо реально переезжать. Мы это обсуждали раньше уже, но сейчас мы нашли несколько помещений, в которые мы хотим съездить. И я считаю, что мы можем стать реально лучшим и рекламным агентством, и продакшеном очень хорошим. Потому что все те, вот сколько я с блогерами общаюсь, но постоянно все недовольны менеджментом, еще чем-то. Никто не хочет. А у нас все довольны всем, ну реально. Я вот думаю тоже, что, так как мы вообще изначально хотели давно распаться, но чтобы у тебя были твои блогеры. Кто-то так хотел, ой. Я так хотела. Не шутирую, не шутирую. Да ладно. Ты еще хочешь так, что ты не испугался, что ты думал, что я… Нет, я не испугался. Я бы просто задавил бы тебя на рынке. Зачем мне это надо? Не, кстати, это были бы два лучших агентства тогда. Не одно, а два. Но мне лучше все равно было. Ну, мы все время так вот, знаешь бы. Ладно. Я вот в мерч в своем сижу, кстати, офигенный мерч, лимонад. У тебя наркотик вышел офигенный. Ну это так, к слову просто. Знаешь, как Логан Пол иногда нам скажет? Ты мне понимаешь, что просто я хочу сказать, что у меня мысли пропадают. На самом деле я очень рада, что мы переезжаем наконец-то в другой офис, потому что я, если честно, уже устала с офисом Moscow City. Я тогда, когда вот это все было, я думала, что как круто было бы, если бы мы с блогерами переехали в другой офис и там бы снимали видео, потому что им здесь не очень комфортно. Вообще сейчас есть тема, которую мы, помнишь, с Андреем обсуждали, большое помещение найти. Там тоже можно будет снимать. И в офисе можно будет снимать. И вот эти офисы, которые смотрим, там около офиса тоже офигенно. То есть, например, вот сейчас немножко такие, ну, другие все видосы стали снимать, понимаешь? Сейчас стали снимать видосы все. Если раньше снимали просто на одной локации и все, то сейчас все снимают все равно как-то, знаешь, куда-то идут, что-то делают. Вот, и поэтому уже нет такой привязки. Но я согласен, что должно быть какое-то место отделенное, да, чтобы можно было там что-то подснять. Особенно после рабочего времени, там мы работаем до семи, там, после семи, там, особенно вечером, спокойно. Ну, чтобы не мешать никому просто. Получается, все, мы тогда переезжаем, и я думаю, что это будет намного лучше, если будет какое-то место как лофтовое, потому что здесь очень много людей ходят все в пиджаках. Неудобный заход в этот Moscow City. Да, пониматься на этот... Хамят постоянно эти ресепшн, охранники. Ненавижу просто, чувствую себя все всегда королями какими-то. Ну, потому что мы маленькие. Ну, что маленькие, да. Ударники. Мне многие блогеры, там, когда я рассказываю, что мы делаем, многие не знают. Говорят, офигеть. Помнишь, я на топливе недавно удивился там? Вот, а на самом деле, почему мы круче, например, многих можем быть вообще в целом, и почему мы должны развиваться, как агентство, например, как тоже? Потому что мы, по сути, первое агентство, которое открыто самими блогерами. И это нас отличает, то, что мы знаем все это изнутри. Мы не просто какие-то, знаешь, там дядечки, тетеньки собрались. Давай набирать еще блогеров. Давай набирать еще блогеров, так что, если есть еще блогеры, пусть пишут нам. Мы готовы их манеджерить на лучших условиях, чем другие агентства. Да? Ну, хорошо. И еще мы будем сейчас набирать много новых крутых блогеров, поэтому, если ты снимаешь видео и хочешь к нам в команду, обязательно пиши на почту, ссылка будет в описании. Я думаю, что вам нужно сырье будет, проедете посмотреть офисы. Ты не боишь? Ну, несмотря в какой день. Ну, а с чем мы вдавнемся, едем? Посмотрим. Вот там просто видео с ним. Ну, я думаю, будет намного круче вообще, и можно все по-другому, более структурировано, и больше места будет, и атмосфернее. Хорошо. Почему ты такая грустная? Что случилось? Да нет, круто то, что переезжаем. Что, все хорошо? У меня все отлично, шикарно, превосходно. Как на личном фонте. Все замечательно. Хорошо, все. Вот мне новый браслет подарили. А я видел уже, да. А, ну, в Одессе. Да, да, видел. Никогда мне такие браслеты не подарили. Да ты просто не носишь браслеты. Такие ношу. Ну, если почему-то, может быть, ты как-то это, но... Чтобы не расстраивать. Потому что я знаю, что ты не любишь браслеты. В смысле? Ну, ты же не браслеты, это как... Не, ну, это другое, ладно. Это хорошее. Бинет Сцен. Настя Миани. Ева Миллер. Фаэр. Даша Духонина. Экс Орэр. Андрей Рэй. Мэри Сэн. Я решила поговорить с Фаей, потому что в Украине я поняла, что она в кого-то влюбилась. Такая уютная у тебя квартира. Да. А это что? И это фотообои, какие-то здания, не знаю. Но выглядит мило, прям, типа винтажно, ретро. Вот. Да, да. Я тебя поздравляю. Знаю, как тебе было сложно не искать. Да, да. Блин, я просто, знаешь, для меня вот эти два месяца, буквально два месяца искала квартиру, и они у меня просто пошли вот так вот. Я сидела, я не понимала, как переехать, куда переехать. Это был, в принципе, первый мой такой переезд, когда я, в принципе, одна все это дело решала. И я очень жестко парилась, и при этом я очень боялась. Знаешь, эта квартира прям в самый последний момент, в принципе, попалась, когда одна квартира у меня прям в самый последний момент отказались и сказали, они там какой-то ремонт хотят делать. Вот. Я была такой просто расстроенной. И просто в один день переехать, в один день, то есть до конца собрать вещи, потому что я такая, аааа, до конца все не собрала, ходила просто. Мне Настя очень сильно помогла. Вот. И в этот же день мы, получается, оформляем эту квартиру и переезжаем. Я хочу тоже переезжать, ты говорила? Да, вроде бы. А что так? Да не знаю. Просто. Я не знаю, уже. Который раз уже переезжаешь? Ну, я сейчас уже буду приезжать в Стиму. Поэтому, я не знаю, мне хочется, знаешь, новую жизнь, новую чистую месту, новую квартиру. Да, это правильно. Вместе. Как тебе Киев? Ну, классно. Я знаю, что сложно было после Киева приехать, сразу искать квартиры. Да, да, да. И тогда вот, блин, конечно, знаешь, до Киева я как раз-таки снимала видео, у меня прям офигенно было. А потом вот этот переезд, я просто сижу. А я еще, знаешь, я типа такой человек, но ты понимаешь, что я, если какой-то такой важный вопрос, я буду просто нервничать до того, как он мне решится. Вот, и поэтому у меня просто я ничего не снимала, ничего не делала, только в этом вся была полностью. Сейчас мне нужно до конца переехать. У меня половина вещей, даже большая часть, мне кажется, в старой квартире, в той квартире. Поэтому нужно это еще до конца перевести. Я перевезла только вот все, что нужно, чтобы просто вот уже заехать. Вот, я думаю, на следующей неделе, может быть, как раз-таки перевезу. Ну, хорошо. Чтобы особо не напрягаться просто. Хотела у тебя спросить, мы когда были на видеожаре в Киеве. Что ты хотела спросить? Там была такая ситуация. Там был... Что? Что? Там был один парень симпатичный такой. Он тебе понравился? У тебя же есть Тима! Нет, я просто его увидела и увидела твою реакцию. Ты когда-то убежала, я не поняла. В смысле? Я никуда не убежала. Ну, ладно, мне Настя на самом деле искала. Мы когда у бабушки были, Настя мне искала, что тебе кто-то нравится. Кто он? В смысле? Или нет? Или она врет Настя? Нет, она не врет. Ну, я не знаю, может быть, она там себе что-то придумала. Ну, короче, там... Чего? Не надо, но все хорошо. Такой взгляд просто. Нет, все хорошо. Ладно. Ну, короче, ну, типа, там был какой-то мальчик. Я особо даже не поняла, кто это. Я знаю, что, типа, Ира, по-моему, мы с ним общаемся из близняшек. Или Лена, не знаю. И что... Нет, я просто улыбаюсь. Все-все. Хорошо. Вот. И просто... Все. Что? Да не, ничего, ладно. У меня просто такой вопрос, знаешь, я такая переездик, говорю, все такая замученная. И ты такая... Киев. И ты сразу раз слива. Ты вот честно, прям в свет идет. Спасибо. Ну, на самом деле, просто симпатичный парень какой-то там бегал. Ну, ладно, да, хорошо. Ну, мало ли кто бегает. Вот. Ну, короче, я тебя поняла. Нам всем очень понравилось в Украине. Особенно Фая. Очень понравилось в Украине. Особенно в Киеве. Да, Фая? Особенно в тот парень, который выносил у нас из гримерки стул. Да? И потом ты на следующей неделе переезжаешь, сейчас будешь видео снимать. Да. Косметику перевезла, успела. Благо. Ну, кстати, я же не всю, у меня там просто очень много косметики, я ее по коробкам просто сложила, что куда, это тоже нужно все перевезти. Ну, короче, еще остались вещи. Ну, ничего, главное сейчас просто немного отдохнуть, потому что я такая, фу, уже все, хотя бы вот переехала, хотя бы сама, да, знаешь, уже понимая, куда хотя бы перевозить это все. Перевезу и все, все будет хорошо. Хорошо. Желаю тебе удачи. Если что, зависть на стиле, мы тебе поможем. Хорошо, обязательно. И вам тоже удачи с приездом, все дела. Ну, я не знаю, я думаю, что это уже ближе к дню рождения. Еще тебя подошла на день рождения. Окей, спасибо, я обязательно благодарю. Я говорю, что у нас будут собрания. Окей. Вот. Ну, я хочу сделать собрание первый раз на свежем воздухе. Ну, типа, в парке Горького. Ну, не знаю, сейчас потеплело, хотя, не скажу, что так. То теплеет, то холодает, но мне кажется, там погода будет в среду, вроде бы, очень теплая, поэтому пойдем. Окей. На воздухе, в парке. Ну, блин, я люблю парки. Хотя, кстати, в парке Горького ни разу не было. Серьезно? Я когда приехала, только, знаешь, я была вот так вот, я просто прошла через него, и все. Но мне понравилось в целом, а так, чтобы там посетить или посмотреть, там что-то. Все бывает первый раз. Все, все, все бывает первый раз. Да. Обнимашки. Какая жесть. В одном подъезде офис. Я думал, что, короче, я думал, что это просто в соседнем здании. Оказался в одном подъезде. Это твоя мечта, получается, ты будешь в тапочках, в халате спускаться, да? Но я все равно склоняюсь, пока что, ко второму офису. Которому, который здесь или который? Который не здесь, а который дальше. На второй этаж. Да. Я склоняюсь ко второму. Вау. Слушай, ну прикольно здесь. Ну прикольно, да. Скамеечки на улице. А расскажите, а вот по поводу там стенки какие-нибудь сделать, там перегородки, это возможно? А насколько это возможно и вообще, что там по стоимости это будет? Не знаю, зависит от того, что вы правите. Если нам просто ГКЛ нужно поставить перегородки для переговорки, например. Да, вот. Зависит на перегородки. Короче, мы даем ТЗ, вы ваши считают, да? Что они считают? Наши считают. А сколько вы на вскидку, вот, мы уже, может быть, знаете, там, не знаю? Нет? Есть ИК, где сидели, а мы тоже были перегородки. А, были перегородки. Все, поснимали. Они даже люстры забрали. А какого плана у них перегородки были? Но они не до конца, получается, были, не до верха, да? Типа вот, вот, какие-то такие. Здесь 160 квадратов? И коммуникации-то есть, да, все? Да, абсолютно. Ну, а вот вы говорите, что помещение продается, но... Ну, какие шансы, вообще-то непонятно, да? Ну, вы говорите, что не особо показывали много кому на продажу. Понятно. Все снято, воды нет, электричества нет. А по слышимости тут как? Тут же апартаменты? Нормально, да? Ну, нет, ну, просто то, что там люди, работники, вот это все, это нормально. Да, ну, мы не шумные, просто в том плане, что если сотрудники приходят, уходят, это нормально все, да? Да, ну, здесь же были. Да, да. тут вот мне больше нравится то что первый этаж конечно но территория на территории здесь инфраструктура меньше вот этот вот наши две какая смотри прикольная зона там можно будет выходить и загорать я понимаю что прикольная зона но там на той территории больше таких зон там про много таких там скамеечка много людей больше а здесь такое уединенное пространство и первый этаж первый этаж а там 2 но там зато можно из окна смотреть и плевать людей которые мимо тебя ходят а здесь не поплюешь здесь не поплюешь потому что они рядом я думаю это лучше всего для димана знаешь почему почему будут выходить курить каждый 10 минут тогда точно второй этаж лучше чтобы наработал что пойдем куда-нибудь давай следовать территорию а давай здесь обойдем а ну да вот эта дверь вот получается вот типа личная дверь эта дверь сразу туда в офис в офис две двери это задняя дверь та передняя ну давай зайдем 10 минут ждем чувака пойдем потом посидим на самом деле я безумно рад что мы перейдем в офис ты как очень да хотя такое ощущение что только вот москву сити приехали да но мы смотри как мы быстро выросли как мы как нам надо уже больше понимаешь вместо нам надо в два раза больше офис более творческий мы уже переросли этот москву сети да так что я думаю что в новом офис будет очень круто все на таком на стиле вася чтобы меня будет работать какой-то грунтой компании чтобы меня пустили и чтобы все думали что мы очень крутые просто невероятно а слушай прикольно мне нравится надо знаешь что ну я думаю это тебе тоже понравится и надо прям я не знаю может быть надо выписать прям плюс и минусы каждого что маша не смогла но мне не сказала и было бы проще нам решать маша говорит решайте сами мне пофиг да но она в принципе потому что хочет переехать какое-то более творческое пространство но его бы понравились по фоткам но мы еще покажем видео ей и расскажем впечатление по факту но а можем просто ее довести до сюда на территории посмотреть у меня знаешь почему уже нравится потому что там все таки суета очень много машин много людей а здесь вот мы зашли на задний дворик и сидим общаемся здесь и снимать что-то можно будет и просто общаться и на территории больше где снимать барбекю можно сделать весь вот у тебя тут сразу не рабочая атмосфера нет это атмосфера не работа не ромашь от вас я у нас вот придумал что-нибудь это новые идеи бюджет и сразу спланировал мне кажется это классно самое важное в работе это чтобы у всех сотрудников было классное настроение сейчас тебя до туда довезу и покажу где там кучу территорий сзади дом хорошо я так понял что ты короче больше на то конечно классно когда ты можешь в тапочках халате спуститься с кофе и так попиваю чашечку кофе и сказать ребят что не работа может быть ты я не знаю может быть ты на работе задержался тебе хочется помыться а я к тебе даже ко мне зашли но это да или там ты устал давай в плойку поиграем поднялся наверх но хотя мы купим я думаю я думаю что плойка в офисе должно мы же как настоящие американские стартаперы у нас все должно быть в офисе сразу всегда да но например в том офисе больше места чтобы делать такие штуки наш не перегородки делать можно шкафы ставить мне нравится что площадь реально большая да и там чуть-чуть по атмосфернее чем здесь внутри внутри да там кирпичи такие а здесь нет внутри пол нет но здесь наружу прикольно тут ну и там снаружи прикольно там много где на территории можно потусить я просто не видишь мы не обратили внимание поэтому просто увидел здесь лежак и сразу лег и вообще а Я решила всех ребят собрать вместе, потому что, скорее всего, я скоро уеду. Хотела сегодня с вами поговорить и не просто так на улице, а просто сказать вам кое-что. Может, на меня так Настя смотрит. Ну, ты знаешь, Настя. Все ты знаешь. А, ты об этом? Да. Первое, что я хотела вам сказать, то, что, скорее всего, я скоро уеду. Наконец-то далеко. И я с вами не буду. Антарктида, типа, далеко? Нет, я улечу в Америку, и я этого очень давно хотела, и я надеюсь, что у меня все получится, и я улечу. В смысле, навсегда? Ну, я бы хотела навсегда. Ну, приезжать к вам, но да. Ну, как часто приезжать? А концерты? А все так переживаешь, Даша, я же буду здесь. А концерты? Ну, я не знаю. Если честно, я... Типа, я видя жара была последней, грубо говоря? Для меня, да. Я вообще как будто думала, что так будет, короче. Поэтому я не то, что говорю, что все распадается. Конечно, я рада, что мы команда все равно, и что у нас не случалось, мы все равно вместе. Но я просто уже не могу так все делать. Ну, не знаю, я против себя. На себя очень здорово. Себя мучить. Ну, что, камон, есть я, я все нормально сделаю тут. Блин, все, я ухожу. Не, не, в смысле, я офигенно все... Вообще, сейчас у нас новый офис, мы смотрели новый офис. Маша очень, кстати, за новый офис. Да, мы будем смотреть и переезжать. Просто я хочу, чтобы вы не переживали, и все будет хорошо. Но я думаю, что если я уеду, наконец-то моя мечта исполнится. А что именно? Ну, что ты мечтаешь, что ты там будешь делать? Ну, это я не могу сказать. Я могу тебе это лично сказать, ну, потом, когда... Хотя бы у меня получится, чтобы я уехала. Но у меня есть планы, и их очень много. А с музыкой хотя бы? Не, ну, нужно расти. Мне кажется, типа сейчас как раз такой период... Когда нужно расти. Да, кажется, нужно расти. Но Маша уже переросла, типа, не знаю, мне кажется... Я вам просто могу сказать сразу. Здесь такое ощущение, что из-за того, что я мулатка, как бы вы бы не говорили, меня здесь не так оценивают. Я когда поехала вот недавно на Too Faced, я просто вижу, как они ко мне относятся. Это совсем другое. Они не знают, сколько у меня подписчиков. Они ничего не знают, но я им реально нравлюсь. И поэтому я не могу здесь быть, где я, знаете, как все. Ну, мне никак не расценивают. Да, типа, да, там какая-то мулатка и так далее. Ну, не знаю, по-другому относятся. Мне это неприятно. Я хочу пожить и начать все с нуля, как я делала здесь, только там. Ну, когда Маша сказала эту новость, ну, не то, что мне трудно об этом говорить. Я очень рада с ним, я очень счастлива, что человек нашел себя, нашел то, что хочет делать, куда-то уехать в ту страну, в которой он мечтал жить. И я только за. И главное, чтобы она действительно была счастлива. Не важно, кто что скажет. И даже наше мнение особо не важно. Главное, чтобы она была счастлива. Если честно, мне очень сложно, ну, говорить об этом. Потому что все равно для меня этот человек много значит. И ни разу не могу посмотреть в камеру почему-то, потому что... Ну, в общем, я с этим человеком уже очень давно дружу. И, ну, конечно же, мне жалко, что она уезжает. Но я тут ничего не могу сделать. И только пожелать ей чего-то такого хорошего, чтобы у нее все получилось. И поэтому я не считаю, что мы не должны как-то раскисать. Хотя, блин, в тот момент, когда Маша сказала, я... Ну, мне, блин, было вообще... В себе и сложно было удерживать эмоции. Я видела, что ты тоже не смогла. Английский. Выучу. Все учат. И взрослые, и это. Не, ну, я его сейчас учу все равно. Выучу. Я вас все равно не оставлю. Мы будем всегда переписываться. Всегда будем на связи. Главное, чтобы у тебя все получилось. То, что ты хочешь. А если получится у меня, то кто захочет, я могу к себе. И если я с вами... Какой мне, мои любимые? Да, не, не, что, мы сезон, на самом деле, снимаем быстро. Есть то, что Маша приедет и снимем сезон. Ну, типа, за две недели можно снять сезон, за 10 дней. Интересно, что за сезон будет. По-быстрому сезон, по-быстрому. Просто мы бали снимали 7 дней. Ну, это да, каждый день. Да, можно сезон снять какой-то еще. Еще хочу сказать, что я каждого из вас очень люблю. И во мне след оставила очень большой Тафая. И я, знаешь, думала, что же я могу для тебя сделать такое, чтобы тебе было приятно. И что, в смысле, а, уже есть какой-то? Да. Сейчас подарок. В студию. Да ладно. Сейчас прям узнаем? Ну, может быть, да, сейчас узнаем. Что? Как ты думаешь, что это может быть? Что? Ну, обычно мы айфоны дарим. Сначала мы сделаем пранки, сужа ужасная, потом айфон. Как ты думаешь, что это может быть? Может быть, новые участники Xolight? Привет! Артия, Артия, Артия. Кто к нам с Киевом приехал? Артия, 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 Артия. Я Артия. Привет! Подбегайся, подбегайся. Подбегайся. Так, подвинься. Да не, для нас. Или ты куда? Я не знаю. Короче, к нам пришел новый парень. Это и так понятно. Как я думал... Это только что показали. А. Моя реакция была неоднозначная, потому что... Это и так все видели. А что мне говорить тогда? Вот видишь, ты даже сказать не можешь. Я, в принципе, и тогда не мог сказать ни слова, потому что... Ну, потому что ты влюбился. Да и... Я просто засмущался очень. И я, если честно, вот прям сейчас честно буду с вами... Влюбился. Нет. Хорошо. Да, нет. Ну, черт, я, если честно... Я, если честно... Гей. Если честно, я немного приравновал, потому что... Ну, парень в коллективе появился, я такой типа... Вау! Он будет тоже тусить с ребятами. И, короче, на самом деле это... Я понимаю, что это не очень правильное чувство, но... В тот момент я это чувство испытал, и я делюсь этим чувством с вами, чтобы вы знали, что я чувствовал в тот момент. Ну, что, наконец-то вы лучший барабанщик пришел. Да, какой лучший. Я уверен... Ну, во-первых, и, во-первых... Во-первых, можно баттл установить, да? Ну, во-первых, я... Ну, во-первых, я уверен, что я лучше. Это... начнем с этого. А, во-вторых, эм... Я с ним потом нормально пообщался и понял, что это реально хороший парень, и как бы все окей. Не, реально, я рад, что он у нас появился, потому что реально... Куда он у нас, он у нас не появился? Андрей просто... Ну, реально, ну, честно, надо заняться. Ну, правда. Я уже не могу. Я не знаю. На самом деле, я очень люблю Андрея. Я очень рад, что у него очень много подписываются, что у него заходят ролики, и, наконец, он пробил потолок. Потому что он очень долго стремился, делал, и он реально... Даже фаны в шортах записывал, потому что могу себе позволить, если это видно. Да, реально, ты достоин, реально, 25 миллионов подписчиков, молодец. Нормально. Но, Дима, ты рада говоришь, что-то переигрывает. Дима! Как дела, когда я ехал? Хлассно. Все хорошо, без проблем. Да, без проблем, без проблем, все круто. Погулял немножко по Москве вчера. Раскак прилетел? В... где-то восемь. Заселился нормально, да, все круто. А ты во сколько приехал вчера? Даже не знаю, наверное, только что спросил. Да, как бы, только что это обсуждаем. Да, да. Давай по второму кругу. Я немного не понял. А ты в Москве бывал? Да. До этого, да? Да. Мы на видеожаре, да? Да, да, да. Он приехал прямо с видеожаре. Да, ради... Ради нас? Да. Ради нас? Мы только не пересеклись с тобой, да, по-моему? Я помню, ты стул. Я один раз. Да. Стул помнишь? На автограф-сессии, да? Он зашел по парк, говорит... А, стул ты просил. Да, да, это я помню. Стул мне нужен, стул. А, нет, еще на автограф-сессии мы пересеклись. Да, они стояли рядом. Вы рядом стояли. Рядом с нами на автограф-сессии. Мне кажется, у меня сегодня... Ну, мы познакомились. Мы успели познакомиться. Да, да, да. Сфай тоже там сцены. Ну, шо, как настроение ваше? Да, мы вот тут говорили о том, что... Пикник у нас вот. Слушай, еда. Стулев не хватает. Стулев не хватает. Стулев не хватает. Стулев не хватает. Да, да, стульев не хватает. Я говорила, что я уеду, вот, и... Мы просто общались. И решила всех вот, чтобы мы все встретились на свежем воздухе. Я увидела, как Файя смущается, и это так мило, и я поняла, что я не зря все-таки пригласила Арти, и они пообщаются, узнают друг друга побольше, и Файя узнает, судьба это ее или нет. Думаю, судьба. Потому что, когда даже Артия начала говорить что-то, она отворачивалась с него. Вот так вот. Сто процентов. Вот так отворачивалась, Арти пришел. Не, ну, самое главное, чтобы все получилось, и Файя нашла верного человека и верный путь. Человек отношения, это самое главное. Расскажи вообще про себя, чем ты занимаешься? Так, я пою, значит, танцую, видосики снимаю, значит, общего у нас много. Витя тоже снимаешь? Да. У тебя отдельный каталось, помимо группы? У меня есть свой канал, на нем пока что немного подписчиков, я там просто влоги свои снимаю, свою жизнь. Вот, помимо этого, у нас снимается сейчас еще сериалити, уже 16 серий есть, каждую субботу выходит новая серия. А ты давно в группе? В группе уже год. Файя, какой ты сериал с чем смотрел? А если честно, какой смотрел? Как это называется? Это то, от чего? Взглядом у меня просто. Она просто стесняется, она стеснительна. Подожди, я не меня. Ты на участниках с вами? Ну, с нами. Да, был участник. И ты здесь будешь жить? Да. Вот прям здесь? Ну вот да, прям с вами прям тут, да. Ну это прикольно. Я очень рада. Я тоже. У нас еще один мальчик. Кстати, у нас уже такое ощущение, что мальчик больше становится, чем девочек. Мальчики, потому что классные. Дефицит. С ними нет проблем. Где девочки? Нет, реально у нас сейчас девочки. С девочками. С девочками проблем много, я вот считаю. С мальчиком. По-моему, Андрей приревновал. Да, да, Андрей, да, да. Нет, просто. Еще один мальчик. Нет, нет, ну подожди. Ребята, внимание. По идее, ты должен быть рад. Да, вроде как должен был рад. Не понимаю немного. Это слишком неожиданно. Это слишком неожиданно. Это слишком реакция. Да, потому что коррекция. Это слишком неожиданно. Да. Нет, у нас только. А вы не встречаетесь в смысле? Или почему сюрприз для пары? Ахахаха. Ахахаха. Нет. Да, в смысле, вы бы хотели встречаться? Да нет. Ахахаха. Да это просто. Ну пара, видимо, не броня. Да нет. Это неправильно. Зачем их теперь это? Это не найс вообще. В смысле, чтобы неловкость была. Андрей, просто на неловкостных моментах. Ты не неловковщак. Что? Просто мы общаемся. Да я пошел. Не переживай. Едь. Едь. Уезжаем. Наконец-то. Уезжаешь. Человек и так переживает, а вы его смущаете. Это мой смысл. Давайте переведем. Хороший парк. Первый раз. Серьезно. Мы тебя отведем в наш офис, покажем наш офис, который скорее всего, наверное, ты последний кто там будешь. О, кстати. Файл малый гулял на Москве. Арти тоже малый гулял на Москве. Вот вы и покажете. Я сама только что говорила, а так не делала. Смотрите, я думаю так. Вот мне сейчас надо ехать на озвучку. Я озвучиваю черепашки Милли сейчас. А с Евой, да? Ох. А Ева озвучивает. Ну, мы можем с Евой доехать. Вот. Так что это, я очень рад был встрече с вами. Вот. Очень рад познакомиться с тобой. Вот еще увидимся. Мы в офисе встретимся. В офисе встретимся, да. На сколько? Вот. То, что мне сейчас надо прям бежать. Вечером. Вот. Ну и тут поменьше будет людей, чтобы... Ну. Более романтическая атмосфера. Более романтическая атмосфера была. Все. Еще раз рад был вид. А, кстати, вы знаете, что Андрей и Бенальши перед? Что? Вы не знали? Нет. Где встречаются? А, в офисе парень. А, нет. Нет. Да я забыла. А, говорили, что парень блогер. Говорили, что парень блогер. Она бы хотела бы с Андреем встречаться. Да. Да, кто-то говорил. Как же Света. Я буду, короче. Ну, в общем, ладно. Все, увидимся в офисе. Всем пока. В общем, вам тут и хорошо без нас. А вам тоже, может быть, вдвоем куда-то? Пока. Пока. Пока, Настя. Пока. Так, Тим, не плачь, Тоня, пожалуйста. У тебя прям глаза на мокром месте. А почему? Слышь, нет. И у тебя будет двое место. В смысле, ты будешь у нас петь? Или... Ну, как артист? А я еще и барабанщик. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Близм. Это жёсткое. Я нашла нового барабанщика. Да-да-даа. Актив нужна поддержка. Стран Nicole. Сейчас, если чтобы было вот так. Эй! Я думала, ты уходишь от меня. Просто. Сердце самое. Я думала, ты уходишь от меня. Куда я чего уйду? Сейчас Настя все разрулит. Подл수ть? У тебя жёсткая конкуренция? Разрулила. По-моему... Давай, давай! Нет, вы должны были сказать, нет, Андрей! Ну, подожди, у нас есть барабанщик Один барабанщик в компании А где твои жители? С тобой Блин, я не выживу Мои уши не выживут Андрей играет вообще два барабанщика Это вообще жесть Что? Это так круто А он еще и помоложе тебя Я, ну, это как бы не пью Я буду на взрослые этих На взрослые внаторию заходить На охране в парке Горького Кто хочет поесть, я думаю, ты и ты, пойдемте покушаем Не хотите? Я хочу, я не против Ну так, пошлите Мне кажется, такое ощущение, что все знали об этом, кроме меня Нет, это знала Настя и Бинетт только А! И Тима! Так, ребят, мы вас оставим Поэтому не скучайте без нас Пока, до встречи Ты видел Андрея? Это было просто жесть Я не ожидала, как бы я вроде делала сюрприз для Фаи А получилось так, что я сделала сюрприз для Андрея И Андрей офигел Потому что Андрей не знал Вроде кто-то знал из девочек, а Андрей точно не знал И это было так мило Не, ну, погоди, Андрей уже стареет И нужен второй барабанщик Не страшно, у нас будет два человека играть на барабанах Точнее, Арти За меня Арти будет играть, что же Андрей Бусть снимает он ролик Да, пей вдруг начнет Там мои песни хотя бы на языке будет знать Арти 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 вообще молодец, поет Танцует А что Андрея? Всего лишь играет на барабанах и снимает ролики Всего лишь идеально играет на барабанах Ладно, на самом деле Андрюх тоже люблю Я Андрюху люблю Я люблю Я люблю тебя Расскажи тебе по подруге Кукушки Не, серьезно Расскажи Да не, на самом деле просто Мы с Файей общались недавно И она сказала, что ей понравился мальчик С Киева Он не знает об этом даже И я ему написала, говорю, приезжай Он на самом деле не новый участник Он не новый участник Он не новый участник Он просто приехал к нам в гости Да, я не знала об этом Я его тоже не знаю Мне просто Ну, я хотела помочь подруге Почему нет? Я их читала Я их читала Нет Да Он даже не знал существования Файи Типа, ну, он видел ее на видеожаре и все Жестко Так что такие дела Да Не, вообще очень круто получилось Она прям очень рада Это не новый участник Просто пусть они познакомятся Я был бы не против А мы видели Мы видели Андрея по твоему Естественно, если бы пришел такой пацан Ну так, я вокалист, короче, читаю рэп Вот послушал мой трек Представьте лицо Тима Такой Ну Да, мне было бы насрать, на самом деле На самом деле Ну да Никому было бы не насрать Окей Я просто не общался, наверное Он просто по ней Лена, подожди, ты знала? Ну да Может, ты мне расскажешь? вообще типа так скрывали все вы не хотят мороженое давайте увидимся мы за мороженым это сложно вчера смешная ситуация получилась я переписывалась с артуром и фай и показываю ребятам фотку и короче по чуть не увидела просто общались и но это понятно было нас я рассказала прям по облюбилась и по такой файи никогда в жизни не прикинь какие всегда кстати так бывает тоже другие парни почему и девушки и вот мы вместе а мне нравились такие всегда как ты очень круто то что мы увиделись на видео жаре сейчас мы приехали сюда и тоже увиделись было очень круто там блин такой шоу было классно суперски мне понравилось то что ты же тоже и поешь вы не хотели мне налички давайте не вот а что мужчина решает о давайте кукурузку давай мне налички нет у меня есть больше кукурузку да я не против можно при кукурузке пожалуйста зачем 3 не хочешь можно две пожалуйста или тебе и мне нормально кукурузу уже решили спасибо вообще как тебе москва москва прекрасно да я успел погулять тут по ночной москве ты познакомился с машей на видео жаре да 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 мы на видео жаре как-то сырый и с леной да 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 на видео жаре стояли сырый не сверху и к нам подходит машин это как-то познакомились вот потом вы сидели опять же сырый с леной да я уже офигела если честно там хай тоже солен я хотела вас раньше познакомить тоже вас как раз ну и чё как он там гулялась вместе офигенно гулялась знаешь что мы идем еще от настя была проходим мы значит около сладкой ваты я безумно захотела сладкую вату и знаешь и он ничего говорит просто нет будем кукурузу брать я просто я настолько выпала типа я не привык к такому отношению к себе типа я обычно я хочу сладкую вот и да конечно я тебе все куплю спасибо синпай это мужчина так маша маша без этого пожалуйста свела тебя заранее ну ладно какая разница раньше позже расскажи еще раз про группу я не помню это танцевал или я пою уже где-то с 10 лет пою я был самоучкой и танцевать я начал только год назад когда попал в бэнд прикинь а бэнд танцевальный прикинь хочу здесь давай здесь да мне же офигенно в юбке так сидеть ты можешь постелить это что-то не нормально ой чё-то ничего а вообще вы свои так и не познакомились познакомились вот привет нет я имею на видео жире я хотел со всеми там поздороваться но смотрю типа на меня не сказала несколько сетов они все заняты были они разговаривали между собой закинул типа привет обратите на меня внимание я арте и и у тебя все правильно да рассмотрела stories этого нет разговаривала с кем-то со света ни с кем не разговаривал я смотрел такой типа кто смотрит на нас с кем еще можно поздороваться но никто вот только ты сама разговаривала вот так вот поделиться хорошо что типа вы все равно там познакомились машей и как в итоге вы решили ты на участник xy и знаешь я бы очень хотел но к сожалению просто приехал в гости познакомиться со всеми вами погулять вот маша меня пригласила я так и поняла но блин круто то что то хотя бы на чуть-чуть но зато будем знакомы будете прижать киевом тусить месяц и суперско что мы познакомились меня держи жаре что так получилось что тогда у нас все равно мы будем считать тебя так и знаешь личным участником xy можно же так можно конечно ну зато когда будете в киев приезжать вы будете ходить на мои концерты если не будут это знаешь как обязанность мы будем приезжать если у вас будет свободное там время какой-то я знаю там кто-то из вас много танцевать любит у нас танцевальная студия и очень много топовых педагогов нифига себе так что приходите по танцуем о классным будем танцевать я сижу с кукурузой просто я тоже ну ладно ладно я не буду я не знаю в этом по киеву гуляли когда приезжали ну я не первый раз в киеве поэтому да мы то есть уже гуляли до этого машина показывалась ну вот недавно открыли нет я еще наверно не видела на арке дружбы народов да это которые вас и я перекрашиваю вот и там теперь еда на евровидении в том году я покрасил там просто знаешь как обои поклеили она свалилась ну может они специально так наверно не киев вообще очень красивый город а ты сам из киеву или нет нет сами из днепра но в киев переехал когда бы он попал вот собачка и не помню кстати что мы в киеве делали вы гуляли с ирой еленой вроде да кстати понравилось да но нет ты не немножко ты просто в отель пошла мы с ирой еленой пошли гулять возможно но тебе в общем понравилось теперь у нас есть труб которым мы можем приезжать даже тысячи нам прекрасно ты часто вышки я лени ири может быть дам еще и теперь и арте ира елена не против да да увидела по их реакции тоже не они прям веселые мне очень да ты как с ним познакомились не знаю я уже не помню как я рассказала мне какой-то пацан написывал я такая аэра я сырой на видео жаре познакомился в этом не она сказал что вы переписались раньше нет мы с леной переписывались вы сами путаете ли что нет не и рассказала и рассказала может быть она через аккаунт лены переписывался знаешь с тобой но она говорила точно про тебя скажи короче чтобы ты понимала арте я встретила типа на видео жаре и оказалось что до этого с ним еще общалась лена или ира я ужаса пучок а может быть она за лену врала нет вот кто тебя позвал ира это и это ира была мысли на общались а потом мастер и познакомились первый день видео жары ну я просто увидел лену а мы типа уже так знакомы были я подошел вот поздоровался потому как-то разговорились разговорились вот потом маша подошла но о чем вы там с настей с арте болтали арте на этот арте слова не о чем мы не болтали чтобы ты понимала я ничего не могла говорить ну я я ела кукурузу а чё тут просто хотела есть безе не бина ты сидишь рядом камеры выключатся и как бы да да я все скучно сидит на траве но я еще не ем кукурузку как вы уже там я думаю что они уже может сейчас уезжать будут поэтому чтобы не отходим у меня как вы извините они не зеленые нормально нормально жить можно так а вы что сами москвы я из казахстана то есть цены приезжих не знаю наверно в августе еще хочу день рождения круто праздновать как раз поедем смотреть где будешь праздновать ему я думала я вообще хотела сделать ты знаешь как такой прощальный день рождения чтобы это было как там по-особенному ну необычно и чтобы туда я пригласила всех там рекламодать на грустно конечно я на самом деле вообще не знаю как я я иногда такая думаю я буду одна это будет вам случае это твоя жизнь и я хочу чтобы тебя все равно все получилось ты была счастлива я тебе в этом буду помогать и буду приезжать ты будешь приезжать сюда буду тебя поддерживаться я так что давай все будет нормально круто с праздновать день рождения слышишь все будет круто ты едешь я буду приезжать все будет четко обещаешь обещаю я не слышу обещаю давай малышку сума ты еще не уезжаю да да два месяца осталось ты знаешь как время летит он да я помню как тогда вот февраль уже февраль а уже уже июль почти мой день рождения просто круто сделаем мы снимем офигенно улов на как раз я буду смотреть чтоб часть все панечку это нравилось пригласим туда много звезд много артиста там будут выступать какие звезды гора крита позовем от они мотта вот наша петь любимой песни ну конечно ты мне говорил то что там собираешься в мос-анджелес я думал что это ну перегорит а сейчас когда ты собрала всех ребят я я справлюсь короче сложно конечно в плане того что начало и закрутил завертелось идут две позиции какие-то либо расстояние может сломать либо наоборот укрепить ты можешь в глаза посмотреть в любом случае для меня самое главное чтобы тебя все получилось в карьере в жизни я с этим с этим помогу как вы крути и ребята все наши тебе даже этим помогут так что я с тобой буду приезжать мы создаемся чтобы все хорошо да я помню нас помнишь это ты стоя сидел и я тебя объема вот так только я тебя на чем-то руль забрали не понимать и знаешь чем я резко помню тот момент я еще так говорил тогда вообще это было просто невероятно я за вышел на сцену ты вышел на сцену ты у меня спрашиваешь да для меня это тогда была сцена наш дом ты что тупишь сцена дом да да я поняла ну ты был как на сцене а пока ты ждешь следующую серию подписывайся на наш паблик вк и инстаграм там ты первым узнаешь самые эксклюзивные новости о всех участниках и не забывай подписываться на канал ребят все ссылки в описании